Новосибирские новости Новосибирск 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 более 7 миллиардов рублей. Но все эти деньги заблокировали в банке до того момента, как группа ВИЗ подтвердит целевое использование средств. Пока недоступными для консессионера остаются около 4 миллиардов. Итого на сегодняшний день стоимость возведения четвертого моста вместе со всеми развязками и тоннелями достигла более чем 44,5 миллиардов рублей. Это примерно как годовой бюджет Тюмени. Как сообщили в пресс-службе ВИЗ, в следующем году предстоит достроить и оснастить пункт оплаты проезда на левом берегу, доделать тоннель под железной дорогой между площадями труда и энергетиков, покрасить конструкции пролетных строений, смонтировать пешеходные мосты со стеклением, проложить подходы к ним, завершить асфальтирование. В планах также благоустройство и озеленение, а еще монтаж подсветки на мосту. По условиям соглашения, переправу и все развязки должны были достроить еще два года назад. Однако сроки неоднократно переносили. В последнем разрешении на строительство фигурирует дата 6 декабря следующего года. Когда мост все-таки введут в эксплуатацию, проезд по нему, напомню, будет платным. Насколько город готов к снегопадам, проверил на неделе мэр Максим Кудрявцев. Он осмотрел новую технику, которая поступила в распоряжение ДОУ номер один. Эта организация обслуживает самые сложные центральные участки Новосибирска. Заключено два контракта в этом году на поставку техники. Серьезная поддержка нам финансовая поступила с областного уровня. По первому контракту, который мы заключили летом, нам должны поставить 103 единицы техники. И по второму 9 единиц техники. Она уникальная, роторная. Она поступит в конце декабря. Десятки единиц техники уже поступили. Техника принимается. Проходит соответствующая процедура готовности ее. И мы тут же ее распределяем по районам, чтобы она уже начинала свою работу непосредственно по уборке города Новосибирска. Семь видов различных навесок для работы и зимой, и летом, и отвалы, и травокосилки, и шнокороторные навески, и погрузчики. Это достаточно эффективная техника для работы на тротуарах. За прошлую неделю мы набрали уже порядка 9 человек только дорожных рабочих пришло. Видят, что новая техника, зарплаты растут, поэтому народ уже пошел. Тяжеловатый, но идут. 24-дверных трамваев выйдут на улицы Новосибирска до конца года. Теперь на совместном с Белоруссией предприятии БКМ «Сибирь» используют для модернизации вагонов новую удлиненную модель кузова. Тут есть кондиционер, усовершенствована система отопления, все вагоны оборудованы устройствами для безналичной оплаты проезда и розетками для зарядки телефонов. Напомню, кузов привозят из Белоруссии, а начинку для него берут от новосибирских трамваев. Только предварительно капитально ремонтируют. Система модернизации себе зарекомендовала, то есть уже на протяжении 8 лет. Эта программа работает, имеет положительный эффект. Преимущество кузова заключается в том, что использование кузова новой комплектности и старого механического оборудования капитально восстановленного снижает цену в два раза по сравнению с приобретением нового трамвайного вагона. Но тем временем троллейбусы на батарейках, как прозвали их в народе, с 1 ноября будут возить пассажиров от Учительской до Цветущей Плющихи. Да, еще один маршрут, 22-й, продлят туда, где нет контактной сети. Сейчас идет обкатка техники, водители знакомятся с новым участком. Сначала нужно поездить с пустым салоном, чтобы убедиться, что заряда аккумуляторов хватает на такое расстояние. Как рассказали в Управлении пассажирских перевозок, это последнее обновление маршрутов электротранспорта в нынешнем году. А к весне следующего планируют удлинить схему движения 8-го троллейбуса. Пока самый протяженный троллейбусный маршрут номер 24, он пролегает от Станиславского жилмассива до Родников. В часы максимальной нагрузки на линию выходят 34 машины. Мэрия готова потратить 2 миллиона рублей на круглосуточную охрану новогодней улицы Ленина. Сейчас ищут организацию, которая будет нести дежурство на этой территории, украшенные гирляндами, инсталляциями, фотозонами. Напомню, улица Ленина от площади до перекрестка Советская снова станет временно пешеходной на 93 дня. Ее перекроют 10 ноября, чтобы подготовить к праздникам. А возобновят на ней движение транспорта 10 февраля. Недавний опрос в ВК показал, что сторонников пешеходной зоны в центре города больше, чем противников. В голосовании участвовали более 4 тысяч человек. Примерно две трети из них высказались «за», «против» лишь 23,5%. Правда, при этом жаркие споры разворачиваются в комментариях под каждой подобной новостью. И это показывает, насколько действительно важно пропустить идею о регулярной пешеходной улице через фильтр общественных обсуждений. Что муниципалитет и планирует сделать. И забавный факт. Может, вы не знали, но в Новосибирске уже давно есть пешеходная улица. Прямо на карте отмечена. Знакомьтесь, улица под названием «Пешеходная». Она затерялась в Октябрьском районе, недалеко от перекрестка Никитина и Автогенной. Всего 200 с небольшим метров. Судя по интернет-панораме, это грунтовая дорога с глубокими лужами на задворках частных домов и пятиэтажек. Правда, непонятно, почему она получила такое название – «Пешеходная». Машины по ней время от времени все-таки проезжают. А вот пройти трудно. Каким будет парк Усть-Тула между новым ледовым стадионом и Бугринской рощей? Это проектировщики и специалисты мэрии обсудили на неделе с горожанами. Жителям предложили концепцию развития обширной территории, чтобы потом, до конца года, доработать идею первой очереди благоустройства. Разработчики предлагают обустроить здесь так называемый «неопарк» – природную зону, которая объединит культурно-исторические комплексы и места для отдыха. Главный акцент решили сделать на истории. Раньше на этом месте был поселок Бугры. Отсюда и название соседней рощи. За основу взяли период освоения русскими Верхнего Приобья. Это рубеж 17-18 веков. На маленьком острове восстановят острог. Чуть выше по течению Аби построят верфь для судомоделирования. А рядом сделают слободу с избами и мельницами. А еще в парке проложат экотропу и сделают зону для рыбалки. Первую сваю под новую школу в Евробереге забили на этой неделе. Основные работы на площадке начнут в следующем году. Инновационную школу в микрорайоне возведет застройщик по собственному проекту, как и 220-ю расположенную рядом. В новой школе смогут учиться 1100 человек в одну смену. По дворе оборудуют стадион с беговыми дорожками и тренажерами. Разобьют линейный парк. Само здание будет также с атриумом в центре. На первом этаже разместят мастерские с отдельным входом. Ими по выходным смогут пользоваться все жители микрорайона. Доступ для горожан, кстати, откроют также на стадион и спортзал. В холлах и коридорах сделают мягкие стены, а в классах прозрачные двери и перегородки, чтобы было больше света. Пятый этаж школы отдадут в распоряжение педагогов. Там будет в том числе большая учительская с личными компьютерами, удобными местами для хранения и кухонной зоной. Сейчас проект проходит экспертизу. Достроить вторую школу на Евробереге планируют в 2027 году. А тем временем у окраины Новосибирска в поселке Элитном уже готовят к сдаче новую кирпичную школу. Ее достроят и оснастят всем необходимым к концу года. Сейчас заканчивают благоустройство во дворе, а в классах расставляют мебель и оборудование. Здание рассчитано на 550 учеников. Правда, после открытия тут, по подсчетам директора, будут обучаться больше тысячи человек. Ведь вокруг строящиеся микрорайоны, жители которых сейчас вынуждены возить детей на учебу в Краснообск и Затулибку. Первую адаптированную квартиру подарили сироте с инвалидностью в Новосибирске. Ключевое слово здесь – адаптированную. Ведь сиротам и так по закону представляют жилье за счет государства в порядке очереди. Но тут особый случай. Новоселом станет молодой мужчина, который передвигается на инвалидной коляске. А значит, ему необходимо свое жилье, полностью приспособленное под него. Наконец, я прошел некие пути, которые достигал. И не верил, что это возможно. Но меня подтолкнули люди. И с ограниченными возможностями люди на территории квартир проживают самостоятельно. Что, поверь, это так. Пока просто перехлынувают эмоции, что это случилось и что я буду проживать самостоятельно. Это первый случай, когда приобретается квартира специально оборудованная под данную категорию людей. При проведении конкурсных процедур устанавливаются те характеристики. И, соответственно, продавец готовит полностью данную квартиру на предоставление данным гражданам. Здесь переделана ванная комната, расширены проемы для удобства перемещения по квартире. В этом году на квартиры для сироты из регионального бюджета выделят 4,5 миллиарда рублей. Собственное жилье получит более тысячи человек. Ключи от вместительных автомобилей вручили многодетным семьям Новосибирской области. Посчастливилось родителям семью и более детьми. Им дарили восьмиместные российские «Лады». На этой неделе вручили 23 таких машины. А всего в 2024 многодетным раздали 60 автомобилей за счет бюджета. К слову, по данным органов соцзащиты, сейчас в регионе 7 и более детей воспитывают 529 семей. Черепановский район. Семеро детей, четверо детей из Луганской народной республики. Вообще есть у нас автомобиль, но, к сожалению, не семиместный. Когда-то в свое время, конечно, присматривали автомобиль. Ну, потом стройка, покупка квартиры. Все как-то не удавалось. Нет, не хватает. Конечно, поможем. Но теперь вместе с детьми, со всеми, можем выйти на какой-то отдых. Дети сразу сказали, едем на горный алтан. Не то, что там собираемся, а прям поедем. Воздушные шары с бумажными птицами отправили в небо новосибирцы. Так отметили 22 октября День белых журавлей, вспоминая погибших в Великой Отечественной войне. Я знаю, в этом нет моей вины, когда другие не пришли с войны. Кто старше или моложе, остались там. Ну, не о том же речь, что мы могли, но не сумели их сберечь. Но все же, все же, все же. Сегодняшний день – это День белых журавлей, которые мы стали в 1998 году провели впервые, узнав о том, что в Дагестане уже проводится это мероприятие. Благодаря вот этой песне «Журавли», которую написал Расул Расулыч Гамзатов. А написал он после того, когда посетил Японию. И там ему рассказали о девочке, которая очень болела после бомбардировки. А вот эта девочка, она думала, что если сделает тысячу журавликов, то выздоровеет. Но не смогла. Это вот наше святое место. Собрались все члены нашей организации из разных районов. Чтобы вспомнить своих отцов, дедов, прадедов. Вспомнить их подвиг. Ту дань, которую они отдали, защищая нас, защищая наше будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok